МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. В Чувашии сменится оператор региональных авиаперевозок. Лицензию авиакомпании Татарстан аннулировали. И она переводит свои самолеты на баланс другого авиаперевозчика. Им станет также татарская авиакомпания Акбарс Аэра. Среди пассажиров появились опасения, что перелеты из Чебоксара в Москву, Самару и Уфу могут прекратиться. Наша съемочная группа узнавала, какова судьба программы региональных авиаперевозок. Изменений в расписании и отмене рейсов нет. По-прежнему будут ежедневные вылеты в Москву. Единственным изменением является смена оператора авиаперевозок. Но и это не повлияет на рейсы в столицу России и другие регионы. В Москву можно улететь ежедневно утром. Рейсы в Самару будут по-прежнему 4 раза в неделю. В Уфу – 3 раза. Таким образом, до 31 декабря никаких неожиданностей с полетами быть не должно. То есть расписания на этот год до 31 декабря никаких сведений у нас нет. Документальных подтверждений об изменении нет. Также все в плане, в штатном режиме осуществляется все рейсы по данным направлениям. В Минтрансе Чувашии сообщили, что на обеспечение доступности региональных перевозок республиканским бюджетом предусмотрены средства в размере 1 миллиона рублей. Михаил Дементьев, Андрей Шоклев, Республика. Вопросы, связанные со сменой оператора региональных перевозок и эффективностью работы Чебоксарского аэропорта, обсуждали и на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. Предполагается, что никаких проблем, связанных с передачей активов компании «Татарстан» Акбарсу, быть не должно. Финансовые обязательства по датированию перевозок и федеральный, и республиканский бюджеты выполняют исправно. Единственное, на что просил обратить внимание глава Чувашия – задержки рейсов. К сожалению, такие неприятности происходили с регулярностью, достойной лучшего применения. Рейсы в Москву и Санкт-Петербург отменялись 17 раз, в регионе – 13. Задержки на 2 часа и более зафиксированы 24 раза. Пассажиры нужно заранее знать. Если рейс отменяется, они могут взять билеты, соответственно, другим транспортом доехать. Если, соответственно, рейс откладывается на определенный промежуток времени, кто-то куда-то потом же летит еще, это задержка, все, там билет пропал, здесь билет пропал. Это столько нехороших таких эмоций. Так скажем, столько негатива накапливается, а в конечном счете это влияет на деловой климат. Глава Чувашия также обратил внимание на приоритетность обеспечения безопасности пассажиров и их комфорта. В таком виде наш терминал не может, конечно, находиться. Мы вообще отстали по самому зданию терминала. В итоге, кто приезжает, кто улетает, они сразу высказывают. Потому что современные аэропорты, вроде Татарстана возьмем, это совсем другие условия. Такие условия должны быть и у нас. Это на перспективу. Большой плюс с появлением конкуренции стала снижаться стоимость билетов до Москвы и Санкт-Петербурга. С точки зрения Минтранс и Чувашия, работа нашего авиапредприятия не вызывает беспокойства. Все идет по плану. Что касается общей деятельности аэропорта, то на сегодняшний день она прогнозируемая. С учетом дополнительного финансирования, которое по последнему уточнению 18 миллионов рублей позволит, надеемся, закрыть год без убытков. И, соответственно, обеспечить в переходный период с января, начало января, Новый год и конец января, действительно безопасную эксплуатацию аэропорта по реагентам, по очистке от снега. Эти суммы позволяют работать в нормальном, таком хорошем режиме. На совещании также обсудили подготовку к празднованию 20-летия Конституции Российской Федерации. 11 декабря в Театре оперы и балета пройдет торжественное собрание, посвященное этой дате. Увидеть его можно будет в эфире национального телевидения Чувашия в четверг, 12 декабря, в 21 час. Елена Гальберина, Андрей Спиридонов, Республика. 9 декабря отмечается Международный день противодействия коррупции. Эта дата связана с принятием Конвенции ООН против коррупции, участниками которой в настоящий момент является 158 государств. В Чувашии в 2013 году более чем в полтора раза возросло число преступлений коррупционной направленности. С начала года в республике возбуждены уголовные дела по 418 сообщениям. Следователями выявлено более 500 преступлений. Коррупция является крупнейшим препятствием экономического роста и развития, способным поставить под угрозу любые преобразования. Помимо прямого влияния на экономические процессы, коррупция имеет выход в социально-политическое пространство. Она подрывает доверие граждан государственной власти, повышает социальную напряженность. Мы решили собрать студентов и разъяснить им нормы коррупционного законодательства, антикоррупционного, чтобы они знали, как себя вести, тем более, что они будущие государственные служащие, муниципальные служащие. И прежде всего они должны знать, как использовать антикоррупционное законодательство. Противодействие коррупции будет успешным только тогда, когда произойдет перелом в общественном сознании и будет выработана нетерпимость к любым ее проявлениям. Результат борьбы с коррупцией зависит от совместных усилий государства и общества. Однозначно мы, естественно, должны осуществлять те проблемы, которые в нашем обществе есть. В том случае, если мы их замалчиваем, мы элементарно просто их консервируем, и в будущем они снова также проявятся. Наша модель поведения, она останется, никуда не денется. Среди коррупционных преступлений лидерство продолжает удерживать служебный подлог и взятки. С начала года возбуждено 418 уголовных дел. Растрата с использованием служебного положения, присвоение, мошенничество, а также злоупотребление должностными полномочиями. Вот только неполный список распространенных преступлений. Но за преступлением следует и наказание. С начала этого года на скамье подсудимых оказались 25 сотрудников муниципалитетов, 12 представителей власти. В 2013 году направлено в суд, это, наверное, самое резонансное уголовное дело, в отношении бывшего начальника управления Федеральной миграционной службы России по Чубашской республике Леонида Дружинина. Кроме того, в текущем году привлечен целый ряд высокопоставленных сотрудников муниципалитетов. Так, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении главы Мариинско-Пасадского района. Уже выслушали приговоры главы администрации поселка Ибреси, города Ядрина, села Красные Читая. Также сейчас на рассмотрение в суде находится уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Шумерли Алексея Зименкова. Общий ущерб государства от коррупции в этом году оценивается в 76,5 миллионов рублей. Следователи наложили арест на имущество на сумму 34,5 миллиона, что может хотя бы частично нейтрализовать последствия коррупционных действий. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня на национальном телевидении в 19.45 смотрите разговор по существу о противодействии коррупции Сергеем Павловым, старшим советником юстиции, начальником отдела прокуратуры Чувашской республики. В день Конституции власть ответит на вопросы граждан. 12 декабря во всех регионах страны объявлен общероссийским днем приема. К диалогу с населением готовятся представители всех федеральных ведомств, министерств, районах и городских администраций, а также депутаты. Встречи с гражданами состоятся в актовых залах школ. Подробный список открытых площадок появится на официальном портале органов власти. Городские чиновники вынесли на повестку дня вопрос исполнения бюджета, благоустройства и социально-экономического развития Чубаксар. Сегодня руководитель администрации главы Чувашии и главный федеральный инспектор обсудили, как чиновники готовятся к общероссийскому дню приема граждан. Органы власти должны быть готовы предоставить обратившимся подробную информацию. Ожидается, что желающих попасть на встречу будет достаточно. В День Героев Отечества сегодня провели Георгиевский бал. Это мероприятие в Чувашии уже стало традиционным. Каждый год в нем участвуют практически все школы, в которых есть кадетские классы. Сегодня на бал приехал и глава Чувашии. Подготовка к балу начинается задолго до его начала. Девушки шьют бальные платья, а юноши – форменные костюмы. Вместе репетируют каждая па. Умение танцевать для кадета – ценное качество, но, конечно, не главное. По словам Евгения Воронина, командира кадетской роты школы номер 6 города Канаж, они должны любить родину и уметь ее защищать. Любой офицер должен быть всесторонне развит. Кадет должен быть настоящим мужчиной и уметь танцевать. Почти все кадеты после окончания школы планируют связать свою жизнь со службой. Кто в армии, то в ФСБ. В 6 лет такие балы проходят в республике. В этом году впервые в гости приехали и кадеты из Татарстана. Пожелать вам успехов на этом празднике юности, празднике красоты, празднике, если хотите, нравственной чистоты, празднике юных патриотов, влюбленных единой любовью к Великой России. Всего в Чувашии более 2000 кадетов, которые учатся в двух кадетских школах и в 45 кадетских классах в 13 районах и городах. Татьяна Молокова, Оксана Александрова, Андрей Спиридонов, Республика. Учителя родных языков со всей России дали мастер-класс по своему предмету. 24 педагога из 19 регионов в течение двух дней не только рассказывали, но и показывали, как они преподают языки в своих родных школах. Честь нашей республики защищала учительница чувашского языка литературы, Чебоксарской школы номер 33 и по совместительству ведущая программы уроки Олимпии на национальном телевидении Ирина Диарова. В родную Чувашию Ирина вернулась с победой. На всероссийском мастер-классе конкурсанты продемонстрировали презентацию «Мой регион, мой город и моя профессиональная деятельность». Жюри также оценивало 10-минутный видеоролик урока и методический комментарий к нему. Помимо этого, учителя оформили тематические стенды, где можно было познакомиться со спецификой каждого региона. Ирина Диарова успешно прошла все испытания. Жюри конкурса присудило ей второе место. Серебряный призер всероссийского конкурса не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас она учит детей родной речи и культуре не только в школе, но и в эфире национального телевидения «Чувашия». Каждую среду и пятницу все желающие познакомиться с чувашским языком могут сделать это вместе с Олимпией. Программа Ирины Диаровой «Уроки Олимпии» выходит в эфир в 18.45. В жизни она преодолевала трудности и невзгоды, всегда стремилась к прекрасному и оставалась преданным искусству человеком. В Национальной библиотеке прошел вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения композитора Олимпиады Агаковой. Несмотря на жизненные невзгоды, Олимпиада Яковлевна всегда была оптимисткой, веселой, щедрой. Встреча с известными чувашскими композиторами и певцами открыли перед ней широкие возможности для творческого роста. Когда началась Великая Отечественная война, ее пригласили работать в чувашский государственный ансамбль «Песни и пляски». Вместе с другими артистами все лето находилась на гастролях, выступали с концертами перед сельчанами. В октябре 43-го Олимпиада Агакова добровольно ушла на фронт. На бронепоезде была бойцом пулеметного расчета, служила в зенитном дивизионе, вернулась из армии летом 45-го из Венгрии. За отвагу и мужество, проявленные в боях, она была удостоена боевых наград. Олимпиада Агакова стала не только известной певицей, но и популярным композитором. Ею создано около ста песен и романцев. Музыка Олимпиады Агаковой стала ярким достоянием чувашской национальной культуры, потому что именно ее произведения стали любимы народом. Ее поют везде, и как профессионалы, и также коллективы художественной самодеятельности. В эти выходные в поселке Кугесе встретились силачи из многих регионов Поволжья. В одном спортивном зале их объединил турнир по гиревому спорту на предзагазетах и бар. Пудовые снаряды поднимали не только юноши. Силой на этих соревнованиях мерилась и прекрасная половина. Причем девушки ничем не уступали молодым людям. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. На земле русской еще не перевелись богатыри, и это вновь подтвердили соревнования по гиревому спорту. Силачи из разных регионов России и районов республики приехали сюда, чтобы сразиться за кубки и медали. Многие из них еще учатся в школе, но им уже по зубам тяжелые гири. Некоторые спортсмены поднимали их от пола, а потом и от груди более 140 раз. Сейчас я поднимал 2 по 12 килограмм, поднял 101 раз. А так я могу поднять 2 по 24 килограмма 35 раз. Герои у нас хорошая команда. Занятие спортом сам по себе, как бы, хорош. А это плюс выносливость, сила. Не отставали от молодых людей и девушки. Лиана Краснова из села Яльчики этим видом спорта занимается давно. Говорит, что последовало примеру знакомых. Родной район Лианы всегда славился чемпионами престижных гиревых турниров. В багаже спортсменки множество побед. Правда, родители к этому увлечению относятся настороженно. Ругать, что я поднимаю. Но я сама хочу поднимать, а не поднимаю. А вот Снежана Кириллова делает первые шаги в этом виде спорта. Она была признана самой юной участницей турнира и даже стала призером своей категории. Сейчас я буду в жизни. Это не моя коля. Гиревой турнир на призы, газетах и бар для многих становится своеобразным трамплином большой спорт. Это очень важно и нужно. Журналисты, когда сегодня такое делают, это еще тем более значимо. То есть не только, скажем так, они теперь сами описывают, а теперь сами организовали. Вот это вообще здорово. Соревнования проводятся вот уже 30-й год подряд. И с каждым разом они только набирают популярность. Те, кто не поднялся на пьедестал сейчас, обещают приехать сюда и в следующем году, чтобы завоевать заветный кубок. Митрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Гиревой спорт пока не стал олимпийским видом, а на дисциплины, включенные в программу «Игр в Сочи», можно купить билеты прямо в Чувашии. Региональная общественная организация «Олимпийский совет Чувашской республики» начал прием заявок на приобретение билетов на зимние олимпийские игры. Олимпийским комитетом России забронировано для наших болельщиков 40 билетов на разные виды спорта. Их стоимость варьируется от 500 рублей до 19 тысяч и зависит от соревнования и места на трибуне. Полная информация на билетах размещена на сайте Минспорта Чувашия. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Италия близко. Беатричи – изысканность. Чувство меры и безупречный вкус. Капризный, манящий и недоступный. Он создан, чтобы покорять. Беатричи. Мегамол – мультибрендовый бутик «Стрекоза». Мегамол – мультибрендовый бутик «Стрекоза».